Приветствую друзья мои! Сегодня я с удовольствием пройдусь по такой заезженной страшилке бьюти-блогера всех мастей, как иссушающий кожу глицерин в составе косметики. Уверен, все вы хоть раз с краем уха от кого-то когда-то где-то слышали, что глицерин в составе вашего крема, геля, ластена и так далее, будет увлажнять вашу кожу только в условиях повышенной влажности. А вот в условиях с низкой относительной влажностью, крем, содержащий глицерин, наоборот, будет вытягивать воду из глубины эпидермиса, чем нанесет вам огромный урон. Также некоторые всезнающие гуру бьюти-индустрии советуют избегать средств, в которых глицерин стоит в первой тройке пятерки ингредиентов в составе и, соответственно, отдавать предпочтение продуктам, где глицерин указан в конце списка, либо же отсутствует вовсе. Однако, задавались ли вы вопросом, что если дела с глицерином обстоят именно так печально, то почему же буквально все производители, начиная от малоизвестных локальных марок, до именитых мировых брендов, с упорством безумного вводят в свои всевозможные уходовые средства этот самый пресловутый глицерин? Это такой глобальный сговор, или они все-таки в чем-то имеют более глубокое понимание, чем некоторые обзорщики косметики из сети? Тут, как говорится, одно из двух, и в этом видео я постараюсь максимально обстоятельно этот вопрос прояснить. Поскольку тема невероятно широкая и выходит за рамки моего профильного образования, позволю себе в этом видео использовать в помощь в качестве доказательной базы материалы одной обзорной статьи, ссылку на которую я оставлю в описании. Эта работа написана не девочкой, прошедшей месячный курс косметолога, а тремя европейскими солидными дерматологами, докторами медицинских наук и опубликован в 2005 году. Итак, друзья, прежде всего, что такое глицерин? Глицерин – это трехатомный спирт, и все животные и растительные масла в природе являются его полными эфирами, то есть триглицеридами. И, собственно говоря, гидролизом жиров и масел глицерин в промышленности получают. Представляет он из себя, как вы можете видеть, бесцветную вязкую жидкость со сладким вкусом и широко используется как в косметике, так и в пищепроме. Теперь давайте же ответим себе на вопрос, а что же такое сухая кожа? Каковы ее симптомы и причины? Ксероз кожи, а именно так называют состояние чрезмерной сухости, связывает, во-первых, с изменениями в уровне структуры церамидов рогового слоя, а во-вторых, с аномалиями дискломации, то есть отшелушивания мертвых клеток рогового слоя вследствие недостаточной деградации дисмосом. Что такое дисмосомы? Дисмосомы – это межлеточные контакты, это связи между соседними клетками, то есть те же клетки рогового слоя существуют не отдельно друг от друга, разделенные межлеточным пространством, они соединены друг с другом связями из специальных белков, что и обеспечивает необходимую прочность всей структуры, в данном нашем случае – кожи. Другими словами, роговой слой кожи постоянно обновляется, у старых клеток на поверхности деградируют, разрушаются дисмосомы, и они отшелушиваются, а на их место приходят новые клетки. Однако, если процесс деградации этих белковых межлеточных связей замедляется, на поверхности кожи задерживаются большие скопления таких отработавших, как говорится, свою клеток. Визуально это будет выглядеть как чешучатость кожи, шероховатость, сухость. И отчего, уже спросите вы, уменьшается скорость разрушения дисмосом, и, соответственно, отшелушивания старых клеток? А все дело в том, что дисмосомы деградируют под воздействием специальных энзимов в межлеточном пространстве рогового слоя. Но активность этих ферментов сильно зависит от содержания влаги в гидролипидной мантии. В условиях недостатка воды они просто перестают работать. За увлажнение же рогового слоя в нашей коже отвечает так называемый натуральный увлажняющий фактор. Именно он в норме и удерживает необходимое для функционирования этой ферментативной системы уровень влаги. Из себя натуральный увлажняющий фактор представляет сложную смесь гидроскопичных продуктов гидролиза специального белка – филогрина. Причем генерируется необходимое количество натурального увлажняющего фактора опять же в зависимости от изменений влажности окружающей среды. В идеале влажность понизилась, и кожа выработала больше натурального увлажняющего фактора для лучшего удержания влаги. Влажность повысилась, и уровень натурального увлажняющего фактора снизился. В качестве барьера, препятствующего быстрой потере влаги в этой саморегулирующейся сложной системе, выступают ламеллярные жидкокристаллические структуры липидов межклеточного пространства нашего рогового слоя кожи. И тут что нужно отметить? Исключая некоторые заболевания, например, генетической природы, существует, конечно же, много факторов, которые влияют как на сами липиды межклеточного пространства, так и на уровень непосредственно натурального увлажняющего фактора в роговом слое, а значит и на уровень влаги и, соответственно, на процессы отшелушивания. Это могут быть и возрастные изменения, и влияние внешних факторов, такие как, например, частое мытье кожи, которое само по себе может вымывать натуральный увлажняющий фактор из рогового слоя. Это могут быть и воздействия холода, особенно в сочетании с понижением влажности, которое влечет за собой переход структуры липидов верхних слоев кожи из ламеллярных и жидкокристаллических в твердые, что способствует быстрой потере влаги из этих слоев. И, наконец, друзья, давайте разберемся, как глицерин влияет на те процессы и факторы, которые я уже упомянул. Первое. В исследованиях инвитера, то есть в пробирке, показано, что 10% водный глицерин ингибирует фазовый переход смеси липидов рогового слоя из ламеллярной и жидкокристаллической структуры, структуры твердых кристаллов, даже когда относительная влажность воздуха составляет 6%. А я напомню, что гигроскопичность, как таковая глицерина, проявляется только при повышенной влажности, но не при низкой. То есть результаты исследования позволяют говорить, что даже в условиях низкой влажности глицерин, будучи нанесенным в водном растворе, является кондиционером и увлажнителем для кожи, предохраняя прежде всего естественную структуру и организацию липидов рогового слоя от фазового перехода из ламеллярных и жидкокристаллических структур в структуры твердых кристаллов, тем самым предотвращая быструю потерю влаги. Второе. Это, собственно говоря, эффект гидротации кожи составами с глицерином. В исследованиях было показано, что эффективность глицерина зависит как от концентрации, так и общего нанесенного количества и препаративной формы. Максимальный эффект гидротации в опытах на голени с сухой кожей достигался в составах с концентрацией от 20 до 40% глицерина. Это немало. А опыты по сравнению составов на прямой и обратной эмульсиях с концентрацией 5 и 10% показали более предпочтительный вариант для прямых эмульсий с глицерином, то есть эмульсий по типу масла в воде. Составы с концентрацией 10% глицерина были более эффективными, чем составы с концентрацией 5%. Следует также отметить, что нанесение неразбавленного глицерина приводит, напротив, к дегидратации, то есть к обезвоживанию кожи из-за астматических процессов. Но, повторюсь, это происходит при использовании неразбавленного глицерина. Третий момент. Это влияние глицерин, содержащих составов, на реакцию кожи при последующем действии на них агрессивных химических веществ. Так, например, в исследовании было показано, что прямая эмульсия с содержанием глицерина 10%, а я напомню, что большинство кремов и лосьонов и представляют из себя, как правило, прямые эмульсии, проявляла защитный эффект против барьера разрушающего и раздражающего действия СЛС, то есть натрия лауреусульфата. В другом исследовании, например, также искусственно-механически либо нанесением ацетона вызывались повреждения верхнего слоя кожи и затем наносили либо 70% глицерин, либо просто воду с окклюзивным патчем. Биофизические тесты через 5 часов показывали более быстрое восстановление барьерных функций кожи там, где применяли патчи с глицерином. Также реакции на диметилсульфоксид, гидроксид натрия и натрия лауреусульфат были значительно ниже в областях обработанных глицерином. Четвертое, что хочется отметить, это свойство глицерина улучшать проникновение в кожу многих других веществ. То есть он также является энхансером проникновения, например, в многих биологически активных добавок, в косметических и фармацевтических препаратах. Пятое. Показано, что глицерин взаимодействует и связывается с нативным коллагеном, но индифферентен к динатурированному коллагену. Причем его поверхностное взаимодействие с нативным коллагеном более энергетически выгодно, нежели его ассоциация с водой. Показано, что глицерин стабилизирует трехспиральную структуру солюбилизированного коллагена коровьей кожи и тем самым является стабилизатором коллагена. Шестой момент, который я хочу тут затронуть, это относительно новые аспекты в исследованиях влияния глицерина на кожу и механизм этих действий. Относительно недавние исследования показывают связь механизма действия глицерина на гидратацию родового слоя и барьерные функции кожи с аквапарином-3. Аквапарины – это семейство специальных мембранных белков, которые ответственны за перенос, то есть транспорт воды и некоторых полярных растворов. Например, аквапарин-3 является переносчиком воды и глицерина. Данный белок содержится в базальных кератиноцитах и через него вода и глицерин могут поступать из глубинных слоев кожи в роговую. В опытах на мышах с дефицитом аквапарина-3 было показано, что у них, во-первых, содержание воды в роговом слое снижено в три раза по сравнению с обычными мышами, а содержание глицерина в эпидермисе в два раза ниже, чем у обычных сородичей. Однако в сыворотке и в дерме у этих животных уровень глицерина был без изменений, то есть в норме. То есть в верхних слоях кожи у этих мышей без аквапарин-3 белка не хватало ни воды, ни глицерина по сравнению с обычными мышами. Но опять же в глубине, в глубинных слоях кожи и в сыворотке никаких изменений не было. То есть по сути дела базальный слой не пропускал из глубинных слоев кожи воду и глицерин в роговой слой. Дальше больше. Уменьшение гидротации рогового слоя не исправлялось ни окклюзией, ни помещением этих животных во влажную среду. Что говорило о том, что перенос воды через аквапарин-3 канал не является скорость-лимитирующим фактором гидротации рогового слоя. При этом ситуация исправлялась лишь нанесением местного или системного глицерина, но не его аналогов. Эти исследования позволили говорить о том, что недостаток транспорта глицерина из внутренних слоев кожи через базальный слой к роговому посредством аквапарин-3 канала имеет существенное влияние на гидротацию эпидермиса и его барьерные функции. И именно недостаток в переносе глицерина, а не воды, более существенно влияет на гидротацию верхних слоев кожи. Наконец хочу еще раз вернуться к вопросу концентрации глицерина в рецептурах. Так было показано, что глицерин эффективен как увлажнитель и кондиционер для кожи в концентрациях выше 3%, тогда как в неразбавленном виде глицерин приводит к дегидратации кожи из-за астматического воздействия. Позднее было установлено, что даже 1% глицерин имеет увлажняющий эффект, если применяется вместе с липидами склонными к формированию ламелей, такими как фосфолипиды, холестерин, стеариновая кислота. Также было показано, что 10% глицерин более эффективен для увлажнения, чем 5%. А комбинация 5% глицерина плюс 5% мочевины давала лучше результат, чем 10% глицерина или 10% мочевины по отдельности, что принято связывать со свойствами мочевины улучшать проникновение глицерина в более глубокие слои кожи. В заключении, ребят, хочу отметить, что единственное, чего действительно не стоит делать, это наносить неразбавленный водой глицерин на кожу. Во всех остальных случаях бояться его в составе косметики абсолютно не стоит. Как вы уже поняли, наиболее лучшие увлажняющие свойства имеют составы с концентрацией от 20 до 40% глицерина. Я вам скажу, что это очень немало. Вы вряд ли найдете на полке в магазине крем, где концентрация глицерина будет даже выше 10%. И когда вам говорят, что «Ой, здесь в составе глицерин стоит вторым после воды и это будет сушить кожу», то знайте, что это просто чушь. Да, у вас может быть аллергия на какой-то компонент крема, может быть не совсем приятная или жирная текстура средства, но точно не дегидратация кожи из-за глицерина. Не нужно, как говорится, путать правильное с грешным и приписывать глицерину какие-то фантастические эффекты и свойства, которых он не имеет и иметь не может. На этом, ребята, у меня, пожалуй, все. Будьте умнее проверять информацию и критически анализируйте все, что вам говорят. Всем добра и счастья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok